Гладиолусов к посадке. Этап 1. В конце марта отбираем хорошие луковицы, не нужно жадничать и экспериментировать на том, что похуже, и раскладываем их в хорошо освещенном месте, например, на подоконнике. Там они будут лежать, пока не проснется центральная почка, то есть появится росток. Этап 2. Вот здесь как раз и начинается варварство, в целесообразность которого я поначалу отказывалась верить. Дело в том, что нужно вырезать проклюнувшуюся почку вместе с будущим цветоносом. Исходя из собственного опыта, говорю, режьте смело. Только используйте для этого острый простерилизованный нож, чтобы не занести инфекцию, и обработайте место среза толченым активированным углем или раствором бриллиантовой зелени, то есть обычной зеленкой. Обработанные таким образом луковицы нужно вернуть на прежнее место, но уже положить их срезом вниз, а донышком с корешками вверх. В таком положении луковицы будут лежать 2-3 недели, пока не начнут просыпаться боковые почки, на каждой луковице их может быть по 3-4 штуки. Этап 3. Острым ножом разрезают луковицы на такое количество частей, сколько на ней проклюнулось почек и снова обрабатывают срезы активированным углем. Когда срезы немного подсохнут, части луковиц высаживают в контейнер для рассады, теплицу или, если позволяют погодные условия, в открытый грунт. Можно посадить луковицу и целиком, но в таком случае к осени она все равно в земле распадется, а новые луковицы будут мелкими. В то время как при высаживании отдельных частей осенью можно со 100% гарантией получить полноценный посадочный материал, а потом весной снова разделить его на несколько частей. Теперь размножаю гладиолусы только так и каждый год мысленно благодарю своего знакомого за ценный совет.